Да, всем привет, с вами Артём Капустин, Кирилл Широков. Мы хотим 2000 на час темпа. Вот небольшой у меня здесь рейтинг. Ну и вот с Артёмом мы приступаем к взятии этой планки. Ну чё, Артём, здесь всё, наверное, легко, да? Надо на С8 побить, и после взятия коня зависать на Ф6. Да, конечно, так и делаем. Да, сейчас быстренько нарешаем. Ну вот, по 65 пунктов нам дают. Да, это за первую задачу сразу дают кучу. Да, поехали. Побили ферзём слонам на Д5. Ну и, наверное, какая-то тактика здесь должна пройти. Потому что позиция у нас интересная. Ну вот, смотри, у меня есть план побить-побить. Конь В2, ладей В2, ладей А1. Да, конечно, и по одной ладей съедаем. На первой линии ставим мат. Ой-ой-ой. А сначала... Не надо грабиться. Сначала конь В2. Да, и 57 пунктов у нас отобрали. Подожди, подожди, подожди. Поставь на начало. Не надо торопиться. Вот побей ферзя. Да, посмотрим, почему нельзя это делать. Ну, взяли. А, ну правильно. Никтошка не обрать не будет. Да, просто Караджа-1. Да. Поторопились. Поторопились. Ничего страшного. Побили на Е5 пешку. Ну, такая у нас батарея. Опять задача связана с матом по первой линии. Да. Так, ну... Какой ладей лучше съесть? На Д5 или на Е5? На Д5 хочется взять. На Д5, да, очень хочется взять, потому что после ферзь Д5 мы бьем на Е5 и две угрозы. Съесть ферзя и поставить мат на Е1. Да. А если побьем на Е5, то нам никто не даст мат поставить. Да, просто побьют здесь и пойдут H3, к примеру. Да, именно так. Ну, бьем на Д5. Взяли ладью. Да, и лишнюю ладья. Должно выглядеть такое. Так. Поехали. А мы сейчас... Я не могу... Мы в стандарт решаем. У нас очень маленький рейтинг в стандарт. Ну, да. Конь Е4. Здесь, наверное, слон Ф7, да. Есть подозрения. Сиди. Или ферзь Д5. Не-не-не, мне кажется... Так, хотя подожди. Ферзь Д5, как защищаться ему? Ферзь Д5. Напален на мат и напален на коня. Так. Или можно сначала слон Ф7, а потом Ферзь Д5? Ну, понимаешь, мы всего пешку выиграем. Да, Ферзь Д5 сразу лишает коня. Да. Не всего, конечно, пешку, там какие-то еще... Нет, на Ферзь Д5 будет слон Ц3. Солн Ц3. Да, по объему на Ц3 и все. Без фигуры остались. Вот так-то так. Стоп. Ферзь Д5, Солн Ц3. БЦ. БЦ. Не все. Ну и что в этом плохого? Ну, ничего хорошего для черных. Я просто говорю, как компьютер тебе ответит. Не, ну Ферзь Д5 это, по-моему... Я думаю, да. Больше, по-моему, ничего нет. Да, два ноля и просто забираем, видимо. Ну все в порядке. Да, здесь надо пешкой побить. Да, поехали. 32 пункта нам дали. Мало-мало-мало. Так, ну здесь очень много материала на доске. И я думаю, нужно... Нам какие-то угрозы по 8 создаются. Так, ничего, знаешь, чем мне в голову бросается? Просто взять коня. Ну да, вот... Непонятно, почему он за счет. Ну там мы отобьемся просто. Поле Е8 прикрыт очень много раз. Ну хотя смотри, взяли коня, ладья Е8, там что-то где-то зависает, но... Так-так-так-так, подожди. Ладья бьет Ф4, ладья Е8, шах. Не-не-не, не на Е8, нет. Ладья Е7 будет. Ладья Е7, ну к примеру. На ладья Е7 мы ответим. У нас зависло на Ф4, между прочим, после этого. И напали на нашего ферзя. Да. Есть у нас какие-нибудь идеи? Сейчас придумаем. Может быть, у нас будет ответ на удар слон с Ж4? АЖ. АЖ. Мы никак не можем там дать с ферзем отскочить шахом, да? Нет. К сожалению. Ну, по-моему, уже посерьезнее какая-то задачка у нас. Ну, то, что первый ход ладья Ф4, даже у меня нет сомнений. Ты в этом уверен? Потому что Чистемп, как правило, всегда дает вот такие вот задачи. Это я по опыту сложной тактики. Ну, давай попробуем. Ну, это да, это мы все считали. И может быть, вот здесь что-нибудь такое придумать. Или в Ферзь Аж 5 сыграть. В Ферзь Аж 5, ну, у нас возьмут слона. А, а, и тогда у нас угроза у ладья Ж4. Не, мы... Мы хотят так, погоди, погоди. Смотри, Ферзь Аж 5, слон ладья Д7, у ладья Ж4. Так, вот здесь же 4. Не, 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 мы же по 8-й мат получим. А, как мы получим? Или не получим? Так, подожди. Или конь Д7, да, еще есть удар. Ну, слона на Ф7 нам придется отдать. На Ф8, на Ф8. И что у нас будет по материалу? По-моему, мы ничего не выиграем. Да, поинтереснее задача. Ну, ну, нужно что-то придумать. Конечно. Так, ну, вот сейчас я говорю, рассматриваю вариант сейчас, он Ж4. Аж же. Неужели нет никого отвлекающего удара? Чтобы дать мат какой-нибудь. Так. Алло, Артем, ты здесь? Я здесь, я думаю. Может быть... Ну, вот мне кажется, Ферзь H5 все-таки надо играть. Ну, давай. Ферзь H5, ну, давай просто предположим, что будет на этом. Слон Ф4, например. Слон Ф4 мы... Слон Ф4... Возьмем на Ж4... Ну, это уже бессмысленно. Мы, по-моему, ничего не выиграем даже после Ферзь H5. После Слон Ф4, да? Так. Может быть, какое-нибудь отвлечение или перекрытие? Смотри, еще на Д5 можно взять при случае. Ну, да, Ферзь Д5. Интересный ход. Ферзь Д5 и, по-моему... Ферзь Д5, он же слон Ф4, опять же. Ферзь Д5, он же слон Ф4, опять же. Ну, да. Не надо торопиться просто. Стоя, может быть, сразу посмотрим... Мне кажется, вариант со Слон Ж4. Вот давай сейчас, по-моему, материал посчитаем. У нас по две ладии, по два слона и Ферзь, да? По две ладии, по две легкие фигуры и по Ферзю. Что под пешком? И у нас много лишних пешек. Немного, а одна. Одна всего. То есть нам нужно... Ну, Чистем по минимуму две пешки воспринимает как победу. Ну, да, лучше фигуру целую иметь. Ну, это, конечно. Да, каким образом мы здесь можем выбить фигуру? Ну, у нас зависел Ферзь и зависел на Ф4. Какая же здесь тактика? По-моему, интересная. Стоп, Артем, тут же все легко. Ладей Ф1. Точно. И в Библии забираем ладей на Е7. Господи, что мы тут стоим? Проблема очень легкая. Это очень легкая прям. Почитай, да, и почитаем комментарии. Че они, че другие люди смотрели? А тут они вообще есть? Вот, понаплющик. Да, понятно. Вот это мы это все посчитали. Так, они же. Так, владеи 8. А, ну вот это то, что в самом начале. Понятно. Король АЖ2 предлагает. Это очень просто. Не знаю, почему не видел. Да, легко нашли. Так, ну, дальше. Так. Владея Ц2. Заехали, черные. Ну, смотри. Есть, знаешь, какие идеи? Слон Ц3, нет. Слон Ц3 нам мат там не дадут? Навряд ли. Мы должны убежать. Слон Ц3, Ферзь Ж2. Король. Не, не, понимаешь, что он Ц3 на самом деле беспонтовая идея. Ну, Ж3, ой, не Ж6, но Ф6. Я думаю, надо на коня напасть там. В Ферзь Е5. А вот нет такого двойного удара, как? Или Ферзь Ферзь Е4, да, конечно. В Ферзь Е4 на ладья, на ладью, на слона и на коня. Да, именно так. По-моему, красиво. Да, вот, и нужно взять ладью, видимо. Замечательно. Это тоже было легко. Так, мы играем за черных. Защитились от мата на Ж2, белое. Какие бы вот идеи... Стоп, ну, есть, знаешь, какой удар, конь Е2. Так, ну да, это отвлечение, это перекрытие, отвлечение. Красивая тактика, по-моему, конь Е2. Играем? Конечно. Взяли ферзьем, мы ставим мат. Ставим уже мат? Нет. Так, ну вот еще 17 пунктов заработано. Так, слон Б5, а что нам мешает его взять? Так, ну что сейчас, что сейчас по материалу? По материалу мы так без фигуры сейчас. Так, ну да, просто размен. Зачем нам меняться? Если мы можем что-то выиграть. Не, мы же, допустим, взяли, у нас двойной удар на коня. А, допустим... Вот что-то нужно придумать с конем на Е6. Это железно. Вот этот конь должен решить... А, смотри, смотри, смотри. Ферзь Б5 закрылся. Ферзь Д5. Ну, он взял ферзя. И на С7. А, на С7, да, красиво. И мы, получается, выиграли фигуру. Да. Теперь, значит, взял на Д5. И ферзь Д7. Да, красивый двойной удар. Трилка. Трилка была. Трилка. Так. Что у нас здесь такое получилось? Что у нас здесь получилось такое? Слон Е8. Нас избивает. И мы... Мы как-то должны путем ферзь G4, наверное. Да, смотри. Ну, смотри, мы вот этими фигуру... А, ферзь... Стоп. Смотри, ферзь Е3. Да, ферзь Е3. Ферзь Е3. Слон Е2. А, у нас нет, а сколько конем, к сожалению. Так, подожди. Он сыграет про Слон Е2. И нам нельзя будет брать, потому что ферзь Завис. Да, да, да. Надо сказать, что ему с ферзей 4. Ферзь Е4, как играть? Король Ш1? Ну, только король. Еще Слон Е3 есть. Да, Слон Е3 еще есть. Ну, Слон Е3, конь Е3. А, Ж? Ну, ферзь Е3. Король Ш1? Ну, уже вечный шаг минимум. Нам он не нужен. Да, как? Мы не подключим слона никак. К сожалению. И у Адю тоже мы никак не подключим. Стоп. На Аш-4 мы тоже не сможем взять, да? Печально. А, стоп. Король Аш... Ну, нужно что-то такое читать. Я тебе говорю. Ферзь Е3 не работает. По причине Слон Ф2. Что еще? Какие идеи могут быть? Так. Конь же так, конь же Тори. Тоже не туда. Стоп, а что у нас по материалу? То есть, у нас же лишь... У нас все на свете нет, но... Сейчас порвано по фигурам. Все порвано. Все порвано. Осталось найти тактику. Может, терзя как-то поймать. Вот этого? Да. А как мы его поймаем? Он просто ускочит через А7. К пример. По-моему, бесполезная идея. Или там через С6. Ну, через С6 он убежал и все. Может, есть какая-то идея с переводом коня через А6. Ну, сейчас сейчас подбой у нас. А это что вам грозит? Ничего. Есть вообще ничего. Сейчас Слон Ж6, С7 мат. Вот что нам угрожает. Слон Ж6, ну... Такие лайтовые угрозы, на самом деле. Да. Ну, Ферзь Ж4 надо считать, я тебе говорю. Вот что-то с Ферзь Ж4. Ферзь Ж4, допустим... Хорошо, закрылись. Слон Ж3, Конь Ж3. ХЖ, Ферзь Ж3. Король Ж1. Король... А, Король... Ферзь Ж4 нет удара, потому что Ферзь на Е7 защищает пункт Ж4. Да. Надо что-то придумать. Печально. Стоп, ну как же здесь материал-то можно выиграть? Опять мы с тобой. Ну, мне не нравится то, что у белых фигур вот так вот скованы на 7-8. Мне кажется, что-то там как-то что-то есть. Ну что, вроде как от атаки коня-ферзя белые отбиваются. Ферзь Е3. Слон Ф2. И плохо всё. Да. Такая-то задача такая неприятная. А что если, там, я не знаю, Конь С3 или Конь Ж3, например? Конь С3? Ну и что, мы всё поменяли. А что мы поменяем? Ну смотри, допустим, на Конь Ж3 Ферзь Е2, Конь Е2. И взяли слона на его еще. А вот, кстати, да, неплохая идея. Что-то я смотрю, фигуру просто вот, там, одна другую защищает. А Конь Ж3 ещё знаешь, какая угроза, но Ф1, да мать. Да. Вот именно это. Я думаю, предсход именно сильнее, чем в Конь С3. Пора исполнять. Ну давай. Да. Всё, скинули Ферзя. Так, здесь ещё продолжение. Ну берись, сломан на его еще. Ну да. Вот этот задач уже посерьезнее было немножко. Мы уже набили. Давай до 1700. Давай. Я думаю. Так, Эншпиль. Эншпиль. Я в этом вообще не силён. Не, ну, хочется пойти у ладей А4. А что мешает? Я не знаю, мы давай посчитаем. Ладей А4, отойти никуда нельзя. Шахов, шахов, татья, слонов, два. Какой-нибудь там удар нет? Нет, ничего нету. Да нет. Ладей А4. Так. Нужно, видимо, вот этой ладей побить. Да, иначе, иначе Ферзи пустим пешку. Стоп. А, ну там мы в любом... А, у нас нет пункта С4, смотри. Чего? Не, не, смотри, зачем? Ладей А4. Ладя А4. Ладя А4. Ладя А4. С2. И чего? И на С4 мы не сможем, а пешка уже на С2. И поэтому нужно бить ими, походу, именно этой ладёй. А, ну хорошо, всё равно С7. А, не-не-не. Да, всё правильно. Би ладей А4, потом дадим шах на С4. Вот. В случае чего. А, неправильно. А сначала шах на А4, на король Ж3 побили. Вот. Да. Пропустили. Ну, и задача эта немножко такая, потяжелее. Да ладно, ерунда. Поторопились опять. Так. Кони в 2 с выигрышем материала нет. Кони в 2, да, отрезали просто и взяли слона. Видишь, Ладя отрезает короля по Ж. Нас на Б2 заберут. А мы там мат-то не дадим вообще? Ну вот надо подумать. Стоп, у нас же тут же мат клеится. Смотри. Ну, по-любому мы с помощью трёх фигур склеим мат. Ну, Кони в 2, это первый ход, это 100%. Так. Теперь нужно подключить слона. Допустим, Ладья... Ладья Ж4. Как ему играть? Ну, давай. Король А4? Да. Или может быть какой-то тонкий ход есть? Так. Ладья Ж4, Король А4, вроде ничего нет здесь. Или ты что-то видишь? Пока ничего. Ну, мы должны мат склеить с помощью этого слона. Конечно, должны. Ну, и всё это должно, понимаешь, всё это должно делать с темпами. Потому что, если, допустим, мы сейчас куда-то там слона отведём, куда-то отведём Ладью, мы там получим Ладья Ц1, там, с разменом всех фигур. Или, в общем, мат можем получить. Стоп, а если мы отъедим... Да, отъедим и Король А3. Да, вот. Он возьмёт здесь, мы Король А3, грозит мат в один ход. Да. Стоп, а на Король А3 нет никого у Кони в 4, там? Ещё одну фигуру отдаёт. Ну, да. Поехали. Ну, просто не досчитались. 31 пункт подняли. Молодцы, сколько у нас там уже? 1650... Так, немножко осталось. Так, вообще, Конь завис неприятно. Так, Ладья Е2 нам что мешает пойти? Вообще ничего. Может быть, торопимся? Ладья Е2, Ладья Е2, к примеру. И как ставить мат? Конь связан, но он вообще не участвует в атаке. А, Смотри, смотри, смотри. Ладья Е1 тонко. У вас какой идеи? Смотри, Ладья Е2, Ладья Е2, Ладья Е1. Да. А у нас там разве ничего нет? Может быть, Ферзи отлечь? Может быть, вообще вот так вот, Ферзь Е3? Ладья Е3? Как ему играть? Конь Д8? Вот это должно быть правильно. Ну, там, смотри, там какой-то Конь Д8 будет. Ну, поташли. Или какой-то откок Ферзя с Шахом, может быть. Ну, мы на Ж3 отойдем. Ой, на Ж6. Ну, давай попробуем на Е3. Правильно. И нужно, видимо, забрать Ферзя. Да. И забрать Ладью. Так, ну здесь все было легко. Так, и осталось 13 пунктов. Нам осталось 13 пунктов. 20 минут уже у нас идет запись. Ну, это очень просто. Почему? Я думаю, Ферзи 3. Ферзи 3? А, Ладья Е8. Ладья Е1 мат. Красиво. Ну, здесь еще, конечно, защищаются упорно. Так. Стоп, 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 стоп. Бери на Ж2, Ферзю. Взяли Ферзю. Ферзи 2. Ну, мы качество выиграем. Ну, качество, может быть, это мало. Стоп, а нет идеи Ладья H2. Так. Ну, взял Ферзя. О, взяли Ферзя. И по материалу равенства. Внезапно. Ну, смотри, взяли... Вот сейчас по материалу что у нас получается? Ничего лишнего, да? Пешка только. Берем качество. Берет? Берем качество и на Е3. Потом. Ну, это мало, очень мало. Я думаю, достаточно. Смотри, мы берем Ферзя. Ой, берем Ладью. Он берет Ферзя. Мы берем... Качество и пешку. То есть, ты считаешь, этого достаточно здесь? Конечно. Нам больше не дадут здесь. Ну, хорошо. Да, ты прав. И у нас уже 1705. Ну что, заканчиваем? Да, пожалуй. Да, достигли мы отметки 1700. Что, всем спасибо за внимание. Всем пока.